Почему панельные дома это современно, надежно и качественно? Дом это сложное инженерное сооружение, которое требует правильной эксплуатации. От этого зависит качественная работа всех систем и долгосрочность службы каждого узла. Специалисты службы строительного контроля всегда готовы ознакомить новоселов с правилами эксплуатации всех систем жизнеобеспечения дома и вашей квартиры, а также проконсультировать при возникновении вопросов по их использованию. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в новой квартире. Для того, чтобы ваш дом был уютным и комфортным, необходимо соблюдать простые правила эксплуатации. Обращаем ваше внимание, что при заселении вы получаете полный пакет документов вот с такой инструкцией. Также эту инструкцию вы можете посмотреть на сайте нашей компании. Для обеспечения безопасности объекта запрещается самовольная перепланировка и переоборудование квартир. Электропроводка в квартирах выполнена скрытым способом в каналах внутри панелей, поэтому также не рекомендуется самостоятельно изменять схему электроснабжения квартиры. При изменении схемы электроснабжения застройщикам снимается гарантия. В наших домах установлены оконные конструкции из многокамерного ПВХ-профиля, как правило, пятикамерного, и оборудованы двухкамерными стеклопакетами. Створки являются поворотно-откидными. В балконных блоках роль поворотно-откидной створки выполняет балконная дверь. При положении ручки вниз створка является закрытой. При положении ручки горизонтально под 90 градусов створка открывается как обычная дверь. При положении ручки вертикально вверх включается режим проветривания-откидной режим. Также возможно микропроветривание при повороте створки под 45 градусов. Это называется иначе еще щелевым проветриванием. Для того, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в вашей квартире, вам необходимо либо постоянно держать на микропроветривании, что, конечно, не всегда удобно в холодное время года, либо 5-10 минут проветривать полностью всю квартиру. Конструкция балкона не является жилым помещением. Она не является герметичной и должна обеспечивать приток свежего воздуха как на балкон, так и в квартиру. Для этого в оконных конструкциях предусмотрена инфляционная решетка. Также створки на балконе являются поворотными, то есть они открываются на распашку. Дополнительным средством противопожарной безопасности служит балкон. На балконе находятся простенки, которые размещены справа и слева от балконного блока, которые защищают от пламени при возгорании в квартире. Для обеспечения притока воздуха в квартиру служит клапан БРИЗ-60. Он устанавливается в наружной панели над радиатором со стороны балкона. В наших квартирах предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Приток воздуха, как мы уже говорили, осуществляется либо через окна, проветривание и микропроветривание, и через клапан БРИЗ-60. Для вытяжки предусмотрены вентиляционные решетки, установленные в санузле и на кухне. На кухне решетка является регулируемой. То есть мы можем закрывать, либо открывать створки решетки, тем регулируя отток воздуха. Особенно обращаем ваше внимание, что двери в санузлы у нас оборудованы дополнительными приточными решетками вентиляции внизу. Если вы меняете двери, просим вас предусмотреть установку подобных решеток. Это необходимо для того, чтобы обеспечить приток воздуха в санузел и, соответственно, вытяжку вентиляции. В каждом нашем доме предусмотрен индивидуальный тепловой пункт, который полностью автоматизирован, как автоматизирована вся система отопления. В квартирах на каждом радиаторе установлены индивидуальные приборы учета тепла, которые показывают температуру радиаторов теплоносителя. Также на радиаторах установлены терморегуляторы, которыми жильцы могут отрегулировать температуру подачи тепла. Показания с приборов учета на радиаторах снимаются при помощи специального оборудования обслуживающей организации. Для обеспечения пожарной безопасности в каждой квартире установлены автономные дымовые датчики, которые срабатывают звуковым сигналом. Также для обеспечения безопасности здания под пожаре убедительная просьба не отделывать балконы горючими материалами, а также не загромождать пути эвакуации различными предметами. Материалы, применяемые при отделке и конструкции, такие как межкомнатные двери, требуют бережного отношения. Подробные рекомендации по обслуживанию всех дверей, полов, стен и потолков вы можете прочитать в инструкции по эксплуатации квартир. Строительные и отделочные материалы, используемые при реализации проекта, соответствуют всем нормам ГОСТ. Для того, чтобы квартира радовала вас комфортом, убедительно просим соблюдать правила эксплуатации и ухода за всеми составляющими. 1. Регулярно проветривать квартиру 2. Не закрывать радиаторы отопления 3. Бережно относиться к механизмам открывания окон и дверей 4. Не оказывать грубого механического воздействия на поверхности во избежании появления сколов, царапин, деформаций 5. Обеспечивать должный уход за конструкциями 6. Не нарушать целостность конструкций и не производить в них самостоятельные изменения 7. Своевременно реагировать на поломку каких-либо элементов 8. При проведении ремонта защищать конструкции полиэтиленовой пленкой 7. Рабочее состояние всех систем жизнеобеспечения дома и их конкретную эксплуатацию контролирует и обеспечивает управляющая компания. Также управляющая компания обеспечивает порядок в местах общего пользования и на придомовой территории. Комфорт проживания в квартире и в жилом комплексе в целом, долгосрочность и безукоризненность службы всех систем дома зависит от качества эксплуатации объекта и бережного отношения к нему. Приобретая квартиру в жилых комплексах ОАО «Стройпанелькомплект» вы приобретаете современное, комфортное и качественное жилье. ОАО «Стройпанелькомплект» – строим счастье для людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...